Праздник детства, сказки, нарядная елка с разноцветными шарами и бесконечное ощущение радости. За 22 дня до Нового года Самара облачилась в волшебные наряды и засияла множеством ярких огней. Красиво ночью светится. Всегда, когда больше неона, каких-то светящихся элементов, всегда лучше выглядит. Особо ночью. Приехала специально посмотреть в центр города, потому что эта иллюминация необычная. И, по-моему, у нас еще не было такого в Самаре. Грандиозность так ощущается, опять немного. Так что, я бы сказал, завораживает с одной стороны. В год металлического белого быка астрологи рекомендуют отказаться от спиртного и поставить на праздничный стол блюда из рыбы и птицы. Уместны будут салаты с овощами, пряной зеленью и традиционные оливье, только без говядины. Лучше всего в главную ночь года приготовить запеченную птицу, утку, гуси, перепелы или курицу, а на гарнир выбрать крупы. Следовать советам специалистов граждане не спешат и подсчитывают примерные суммы, которые готовы потратить на праздничный стол. Ну, тысяч пять, наверное. Пять. И что будет входить в эти пять тысяч? Что? Нарезка, салаты, шампанское. Так много денег тратится на лекарства, что пока не до новогоднего стола, это честно. Ну, мы уже старые. Ну, как старые? Как же там икра, шампанское? Не, не, не. Ну, наверное, тысяч пять-тридцать. Холодец в обязательном порядке, под шубой в обязательном порядке, потом ну оливье, это наше национальное. Штурмовать магазины в надежде удивить своих близких оригинальными блюдами горожане начали задолго до декабря. Популярностью пользуются овощи, колбасы, мясо птицы и свинины. Гипермаркеты соблазняют товарами по акции. Диетологи настроены скептически и призывают самарцев не переедать. Новогодний стол должен быть легким. На этом столе желательно, чтобы было больше фруктов и овощей, чтобы было нежирное мясо или рыба. И в качестве напитков желательно не коробочные соки и не, конечно же, газированные сладкие напитки, а вода, чистая вода, газированная вода или вода с лимонным соком. В икуне по душе все яркое, вычурное и слишком необычное, поэтому новогодний наряд лучше выбрать в элегантном классическом стиле. Не обязательно выглядеть строго, можно смягчить свой лук при помощи интересных деталей и украшений. И не забудьте загадать желание. Формулировка должна быть предельно четкой. Не стоит просить то, что может навредить людям. Такие просьбы Вселенная, конечно, удовлетворит, но с негативной отдачей желающему. Чтобы все получилось должным образом, уберите из своих формулировок частицу «не». Я не болею – неверно. Правильно, будет я здоров. И самое главное, загадывать желание нужно в хорошем настроении и с добрым сердцем. Тогда все мечты обязательно осуществятся. Ольга Павлова, Максим Гусев, Николай Сидоров. События.